Вы знаете, иногда такое слышишь, что вот идет война здесь на земле за души людей, дьявол там воюет с Богом, Бог воюет с дьяволом. На самом деле, я хочу сказать, что это все вообще неправда. Кто может вообще воевать с Богом? Вот кто? Богом сотворивший все. Как с ним вообще можно воевать? Да никак. Бог позволил каким-то образом дьяволу какое-то время еще доказать что-то там самому себе или ему, что он может что-то вообще сделать здесь на этой земле. Бог это позволил, но конец дьявола очевиден, и он написан в Слове Божьем, как озеро огненное. Туда будет брошена ад, туда будет брошена смерть и дьявол со своими бесами. Это все уже предрешено, это все будет. На самом деле, война идет не между ними, война идет вот здесь, в нашей черепной коробке, в голове, в наших мыслях, в наших мозгах. И война это в том, какой выбор мы выберем. Вот мы иногда стоим на породе выбора, и вот она война. И война, это не их, это твоя война. Ты выбираешь вообще вот сам, какой выбор тебе сделать. Своими мозгами, своим внутренним составляющим. И выбор твой будет зависеть от того, насколько ты наполнил Божьим Духом. Если ты этим Божьим Духом наполняешься, если ты Слово Божие читаешь, если ты питаешься им, если ты молишься, если ты находишься в служении, в церкви, в движении, в общении со святыми, если ты ходишь во свете, ты обязательно сделаешь правильный выбор. И для тебя не будет это сложно, это не будет для тебя войной. Как только ты отходишь от Божьей благодати, как только ты отходишь от собрания, как только ты теряешь отношения со своим Богом, твой Дух, он становится меньше и слабее. Поэтому, когда приходит какое-то искушение, у тебя появляется сложность. Что же делать? Я вроде знаю как, но я внутри не могу поступить правильно, потому что у меня нет силы. А почему у тебя нет силы? А потому что ты ничего не делаешь. Потому что ты вообще ничего не делаешь. Ты опустил руки. Друзья, мы видим, в Ветхом Завете читаем, сколько раз люди, они отступали от Бога, сколько раз народ Божий уходил от Бога. И происходило это тогда, когда все было хорошо, когда все было спокойно, когда все было нормально, когда Бог вывел их из Египта, когда все они там пришли в землю обитованную, все было у них хорошо, они расслабились и пришло искушение в их жизнь. Почему? Потому что, когда было сложно, они брали себя, они собирались, они приносили жертвы, они молились, они что-то делали, они понимали, что от Бога зависит их жизнь и их судьба. А когда все стало хорошо, все стало нормально, у тебя квартира, у тебя машина, у тебя работа, у тебя все вообще в порядке. И в принципе, не за что надо бороться сегодня. А если мне не за что бороться, зачем мне тогда эта сила? И ты с утра встаешь, ты не идешь в Библию, ты не идешь в тайную комнату, ты идешь в телефон, ты идешь в телевизор, ты идешь еще в какие-то дела, и ты думаешь, что ничего не будет, это все нормально. Друзья, будет точно, будет. Каждый сеющий пожнет то, что он сеял. Если сегодня мы, как верующие люди, сеем не в свой дух, а сеем в свою плоть, то обязательно придет время, когда нам надо будет сделать выбор, и мы выберем неправильное, друзья. Иуда выбрал 30 серебряников. Сколько наша цена, за что мы можем продать Иисуса? Того Иисуса, того Господа, который пришел на эту землю в образе человека, который был здесь, который сам тело свое вознес на древо, который подарил нам эту благодать, эту милость. За того Господа, которым отцы и деды наши умирали, отдавали свои жизни, были растерзаны, были распинаемы, забиваемы камнями, ради того, чтобы мы сегодня могли здесь сидеть, просто в свободе, и наслаждаться вот этим Божьим присутствием. За сколько ты продашь его? За сколько? Какая твоя цена? Бутылка водки? Наркотик? Сигарета? Что вообще? За что ты можешь продать Христа? Подумай, за что я? Сколько мне надо денег, чтобы я мог отречься от Христа? И придет такой выбор, и дьявол обязательно придет, когда ты ослабеешь, когда он видит, что силы нету в тебе. Дьявол, он боится верующего человека, наполненного Святым Духом. Если этот человек не наполнен Святым Духом, тогда он подходит просто и предлагает тебе, а на самом ли деле это так? А подлинно ли сказал Бог? А может быть не так? А может быть ничего страшного? А ну все так живут, а вот эти так живут, и эти так живут, и ничего страшного нет. Дьявол приходит, и ты думаешь, а может быть и правда? А почему ты так думаешь? А потому что Божьего Духа в тебе уже нету, потому что силы у тебя уже нету, и твоя плоть, она выбирает такой выбор. Ты начинаешь делать выбор в сторону врага, в сторону греха. Вы думаете, Иуда просто так это все сделал? Да нет, потому что сначала он начал сомневаться, потом он начал воровать потихонечку, 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 а потом предал Иисуса Христа. Может быть сегодня ты тоже думаешь, потихонечку, потихонечку, а ничего такого, никто же не знает, я таскаю там откуда-то, я там что-то грешу, я там еще что-то сделаю, никто же не знает, придет время, ты продашь Иисуса. У него была цена 30 серебряников, какая твоя цена? За сколько я сегодня могу продать того Господа, который спас меня, который оправдал меня, который дал мне жизнь, который дал мне семью, который дал мне детей, за сколько я могу его продать сегодня? За бутылку водки могу продать? Да можем, друзья. И это страшно вообще на это все смотреть. На это все очень страшно смотреть. Почему? Потому что мы церковь его, если мы говорим, что мы тело его, и мы здесь находимся сегодня с вами, Мы составляем сами друг из друга тело Христово. И если один там что-то куда-то пошел, то все тело страдает. Так написано в Слове Божьем. Так я вот хочу сказать, если один куда-то пошел, то он предатель. Он предает Бога, он предает церковь, он предает отношения, он предает команду, он предает служение. Это так и есть, друзья, так и есть. Если мы сегодня тело Христа, и если рука отказывается что-то делать, она предатель. И мы сегодня так, знаете, просто так, ай, ну ничего страшного забухал, ай, ничего страшного там заблудил, ай, ничего страшного там еще что-то сделал. Ну ничего, ничего, Бог же любит, Бог прощает. Да Бог прощает, конечно, но прощает он тогда, когда человек кается, кается. А кается, это не значит попросить прощения. Кается, это значит покаяться и больше этого не делать. Вот это значит покаяние. Написано, сотворите достойный плод покаяния. Если у твоего, простите меня, Господи, и простите меня, братья и сестры, нету плода, и потом ты продолжаешь это делать первый раз, второй раз, пятый, десятый раз, то как вообще относиться? В Библии написано, что если человек какой-то приносит разделение в церковь, если человек, а разделение как приносит? Когда человек начинает дружить с миром, когда человек дружит с миром, он приносит разделение в церковь. Почему? Потому что он дружит с миром, люди в церкви смотрят на него, что в принципе это нормально, и начинается разделение в церкви. И вот если такой человек на обличение один или два раза не понял, от такого человека надо отойти и не сообщаться с таким человеком. Потому что предательство это заразное Потому что грех это заразие Потому что наши толерантные отношения сегодня к этому Ничего страшного, Бог же меня любит Я же в благодати живу Друг мой, ты живешь в благодати только до той поры Пока ты находишься в Божьей воле Тогда Божья благодать действует Бог действует в границах своего слова Пока ты находишься здесь, ты защищен границами Слова Божьего И здесь у тебя благодать Но только ты делаешь сознательный выбор Выходишь за ограду Божьего присутствия Начинаешь церковать эти запретные плоды Ты лишаешься Божьей благодати И дьявол приходит и разбирается с тобой И друзья, когда приходит дьявол Вы заметили такие вещи? Дьявол приходит в твою жизнь Приходит грех, приходит дьявол И он что делает? Он отделяет тебя от тела Божьего Он отделяет тебя от церкви Приходит кто? Приходит клеветник Клеветник братья и сестры Эти все судьи Сейчас придешь, они тебя все будут судить Все тебя будут обличать Сами такие и сякие И человек, конечно, он согрешил И он потом не хочет идти в церковь Потому что ему неприятно слушать То, что ему будет кто-то что-то говорить Дьявол отделяет такого человека от церкви Сеет ему то, что все плохие Пастор плохой, те плохие И он потом сидит и говорит Ай, я вообще ничего делать не буду И я таких видел сотни людей Которых сегодня уже нету в живых Нету в живых И поэтому, когда я сегодня говорю Вы что делаете? Друзья, братья, сестры Куда вы идете? Вы сами в петлю голову засовываете На табуреточку встаете И думаете, что пронесет Потому что я видел И я, в принципе, знаю Чем может закончиться Но все может изменить покаяние Наше настоящее Искреннее покаяние перед Богом Как Бог, прости Я был неправ Но я не хочу так больше жить И дай мне силы И ты в каждом дне Потом наполняешься Словом Божьим Ты принимаешь решение И ты делаешь выбор В каждом дне Что тебе сделать с утра Залезть в свой телефон Или открыть Слово Божье Что тебе делать с утра Пойти заняться там Какими-то домашними делами Или помолиться В тайной комнате 20 минут От нас все сегодня зависит Если ты сегодня Ходишь в церковь И ты дома не молишься на языках У тебя нету силы Нету силы Вообще нету силы Писание говорит Когда молишься на языках Тогда Бог дает тебе силу Твой дух сильный И потом ты думаешь А что у меня все в жизни плохо Вот тут плохо Вот тут плохо Я опять грешу Я опять еще что-то Бог оставил нам силу Он говорит Радуйтесь что я уйду Потому что придет утешитель Дух Святой Который будет назидать вас Наставлять Обличать И который будет давать силу Но вы примите силу Который сойдет на вас Дух Святой Сойти то он сошел Друзья Но нам сегодня надо Как-то этим духом Исполняться Чтобы вот это то Что Бог нам дал Она сегодня работала В нашей жизни И чтобы мы видели Славу Божью в своей жизни Но если мы ее не видим Значит у нас проблема У нас блокировка стоит Ты не пользуешься тем Что Бог тебе дал Инструмента нету Ты думаешь Ты будешь просто ходить в церковь По воскресенью В твоей жизни будет благодать Да не будет такого Пока ты сам лично Не начнешь ходить в этом Господе Ходить в Боге В Духе Святом В помазание от Него Когда ты начнешь Увидеть славу Божью вокруг Ты увидишь Как происходят чудеса В твоей жизни Мы верующие Нового Завета И если мы сегодня С вами попираем Вот эту благодать Которую Бог нам сегодня дал В образе Сына Своего И Духа Святого То мы просто Отсиживаем свое время И мы не увидим Славу Божью в своей жизни Друзья Зачем ты пришел в церковь Зачем ты вообще здесь Зачем ты приехал сюда В этот город Ты задай себе вопрос Для чего Зачем Просто жить Просто работать Просто 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 Да ты приехал Когда ты приехал У тебя было видение Когда ты начал ходить в церковь Ты что-то хотел Но сегодня ты сел И сидишь У тебя все есть И тебе ничего не хочется Знай Дьявол рядом Как рыкающий лев Только маленько Ты ослабеешь И он придет к тебе Он придет к тебе Поэтому пожалуйста Братья и сестры Соберитесь Умоляю вас Господом Нашим Иисусом Христом Чтобы мы были сильны На всяком месте И без разницы нам было Корпоративы Не корпоративы На корпоратив приходишь У меня когда Я пришел на корпоратив Все за столиком сидят Бухину Как будто трезвые Жена поворачивается И говорит Ты пришел Блин И все так ведут себя прилично Так и есть Все ведут себя так прилично До этого Что было Потому что Где бы ты ни был Если ты исполнен Духом Святым То все вокруг Ты соли Ты свет Вот такие мы верующие Должны быть с вами Вот такими Церковь Она должна гореть В огне Святого Духа Мы должны Видеть вообще Вот эту славу Но этого не будет Если мы Сами Лично Каждый из нас Не будет Применять к этому Усилия Не будет Это знаете Смотришь на церковь Как вспышки Один там раз Загорелся Ой думаешь Хорошо Другой там Загорелся Этот потух Пока этот горит Там еще кто-то Вообще Убежал из церкви Ушел Который горел Еще только И ты смотришь Незапланированная Ну Убежал из церкви З Information Убежал из церкви